А теперь, ребята, есть два пути развития событий. Первый путь не высовывался сюда. Так. Разная, скажем так, форма. Рассата, боженьки моей. Вернее, не стрекоза, крылья. Прорезные окоши. Я кисточкой приседаю, что я говорю. Друзья, всем огромный привет. И продолжаем с вами серию рисования. И не только сегодня. Под названием насекомцы. И у нас сегодня стрекоза. Я отработала вот такой вариант. Но сейчас мы с вами начнем работать, немножечко изменив план действия. И в процессе я буду проговаривать, что я делала первоначально и что я сейчас делаю с вами. Почему? Потому что я всегда ставлю себе задачи и цели на поиске каких-то новых решений. И вместе с вами сейчас мы попробуем это реализовать. Что вам понадобится в работе? Это будет акварель. У меня простая медовая акварель гамма. Раз. По-моему, еще лучше тоже выпускает. Подобно, не пробуем говорить. Дальше. Понадобятся кисти. У меня сегодня это будет синтетика гамма восьмая, белка гамма третья и синтетика четвертая. Непонятный производитель. Вот. Это круглые кисти с заостренным кончиком, соответственно. Можно все белку использовать, можно все кисти колонки использовать. Ну, я почему-то полюбила синтетику. Мне нравится то, что она имеет такой момент упругости. И при наборе краски, особенно в кюветах, есть шанс. И мне это нравится, что кисть довольно классно набирает пигмент. Если у вас акварель в тубах или жидкая, то белка прекрасно работает, и колонок работает. Белка и здесь хорошо работает. Просто это мои личные предпочтения, мои личные последние, скажем так, находки, что мне вот почему-то понравилась синтетика, при том, что она по цене очень даже бюджетная. Дальше нам понадобится золотая гуашь. У меня это гуашь фирмы «Луч Классика». Можно любую другую тоже золотую, можно золотой акрин, можно, если вы любите потай, пожалуйста, потай используйте. И гуашь зеленого цвета. Но я, кстати говоря, не знаю, сейчас на второй вариации работы понадобится нам или нет. Дальше обязательно цветная бумага. И у меня это будут остатки моих акварельных заливок, которые я показываю детям. И она, соответственно, будет такая самодельная цветная бумага. Мне очень нравятся такие штуки использовать в работе, потому что у нас сегодня будет смешанная техника, и калаш там будет в том числе. Можно затонировать акрилом, можно вот так вот помять и затонировать, когда-нибудь я покажу, но можно совершенно спокойно использовать цветную бумагу, сегодня простую. Продаются сейчас наборы пастельных цветов цветной бумаги. Обратите внимание, в экспрессе лежат и в канцелярских товарах лежат. Это неоновые цветные бумаги. Леонардо продаются в отделе скрабукинга, вот такие квадратные форматы, очень классные, мне нравятся. Они бюджетные, они плотные, хорошего качества. Они с разными эффектами. Есть рогожка, есть фермамудровые такие переливы. И размер у них 30 на 30. Мистер Пейнтер, фирма. Также у них есть разные текстуры тоже бумага. Все они вот 30 на 30, у них лежит отдельный стеллаж. И сейчас я попробую с вами работать на тонированной бумаге. Вы сейчас увидите. Вот эта работа выполнена на акварельной. Вот почему акварельная? Потому что фон здесь сделан акварельной заливкой. Вы совершенно спокойно можете использовать белый ватман. Если нет цветной бумаги, как сейчас я начну работать, то можно предварительно затонировать бумагу. Причем ее не просто затонировать в один цвет, а тоже поиграть с фактурами, с текстурами, как угодно. Здесь будет полная свобода творчества. Ну что еще? Ножницы, простой карандаш, гелевые ручки. И у меня это будут линеры. Почему мне нравится вот этот Центропейн? Не знаю, сфокусирует он или не сфокусирует. Потому что я вам покажу в видео. Потому что у него есть вариации разных толщин. Стершня, да, купить. Вот у меня в данном случае будет 0,7 и 0,3. Или можно еще использовать вот такие маркеры черные. Они двусторонние. У них с одной стороны наподобие канцелярской ручки, капиллярной, простите. И с другой стороны маркер не очень толстый. И можно использовать и тот, и тот вариант. И самое главное, что эти все графические материалы, они сохраняют момент защиты от воды. То есть они в воде не будут растекаться. А это тоже очень часто важно в работе. Сегодня не особо. Но вообще... А, сегодня будет важно. Да, там будет этап, когда будет важно. Вот. Но вообще я люблю сразу, если я покупаю, я обращаю на это внимание, чтобы использовать в разных техниках и уже голову себе не заморачивать. Если нет возможности купить такие штуки, простая гелевая черная ручка тоже вполне себе попадет. У меня это фирма Крау Хайджель Родер. Высокий гель. Да, высокий уровень геля здесь, черного. Вот. Ну, собственно, все. Мы сейчас с вами приступаем к работе. С детьми я буду делать эту работу в субботу, послезавтра. Вот. Не знаю, когда вы уже это увидите. Ну, как-то майское настроение, поэтому зеленый, поэтому стрекоза. У нас с вами уже были шмели. А бабочку я, может быть, потом сниму. У нас еще были модельки. Может быть, я потом сниму, если я успею. Если не успею, то ловите стрекозу. Все ссылки, все ссылки на мои соцсети, телеграм-канал, вконтакте, все будут внизу. Пожалуйста, если у вас будет готовая работа, присылайте мне на почту. Почта тоже будет внизу. Что еще? А еще просто начинаем работать. До новых встреч. Удачи в творчестве. И присылайте, пожалуйста, свои готовые работы мне на почту. Мне очень интересно посмотреть, что же у вас получится. Поехали. Я, начинаем работу с того, что нам надо сделать на бросок нашей стрекозы. Я предлагаю сделать половину. Почему? Потому что в таком случае у меня будут максимально крупные крылья изображены. А эта работа, она в своей задаче и ставит первонаперво работу с красивейшими витражными крылышками. Поэтому, стилизованными под витраж, да. Хотя я сегодня вам покажу один трюк, который вообще нам полностью сымитирует момент витража. Значит, поэтому, с чего мы начнем? Мы начнем рисовать как бы половину стрекозы, да. То есть, условно говоря, у нас вот эта линия, это будет линия симметрии самой стрекозы, от которой мы сейчас будем отталкиваться и рисовать вот в эту сторону все части тела, туловища и крылья. Мы с вами начинаем с того, что у нее идет крупная голова. Я работаю белым карандашом Малевич, граф арт, граф арт, графическое искусство, цвет белый. У него полностью белый стержень. Берегите этот карандаш от падения, иначе точить будет невозможно. Он будет все время обламываться, обламываться, обламываться. Значит, голова. А потом у нее идет туловище, которое сужается к хвосту. Поэтому я сразу обозначаю конечную точку хвоста, где у меня будет самая узкая. Иду на расширение к голове. И вот исходя вот из этой уже вспомогательной линии, я начинаю дорисовывать половины бусин, как будто нанизанных вот на эту центральную ось. Следующая бусина будет уже овальная, не круглая. А дальше у нее пойдут сегменты, которые имеют расширяющиеся части к концам и сужающуюся часть к середине. Вот, соответственно, я так и рисую. Раз, два, и хвост длинный. На голове присутствует большой глаз. И, собственно, крылья. Крылья сначала можно задать просто линейно, да, что вот оно идет по прямой, доходит до некой финишной точки, расширяется и приходит опять к основанию. Здесь имеет минимальную ширину крыло. И второе крыло спускается, тоже расширяется и приходит к основанию. А дальше я уже работаю с моментами всяких извилистых линий, усложняю контур крыла. Вот, ну вот здесь, например, я вот так пойду, здесь подниму, снова пущу волну какую-то. Вот здесь заострю и тоже пойду вот так. Здесь крыло выходит из-под этого. И тоже вот как-то, ну вот захотелось мне такую форму. Вот, на самом деле у стрекозы нет ровного контура крыла. Вот, если поизучать анатомию по этому, в общем, можно разгуляться как хотите. Единственное, они, если здесь они могут разойтиться, да, в своем направлении, то вот здесь будет уже одно крыло как бы перекрывать другое. Значит, что я еще не сказала в водной части по поводу инструментов. А то, что нам понадобится канцелярский нож. Вы можете использовать его, вы можете использовать лезвие, если вы имеете дома папу, который вам прекрасно это все сделает. Или еще, знаете, есть такие ножи, они тоже недорогие. У них металлическая ручка, а наконечник сменяется, как такое лезвие. Вставляется и фиксируется в конце этого ножа. Вот, можно использовать его, и это даже, в общем, будет, наверное, удобнее, потому что здесь вот эта толщина, не все ей могут работать. А там вы будете работать ножом, как ручкой, да, только вместо пишущего стержня у вас будет лезвие, которым будете резать. Значит, если у вас маленькие дети, то, конечно, лучше им это все заранее сделать, как и я буду готовить детям, которые придут заранее все выкройки. Значит, я фиксирую и повела. Все. Вырезаю сейчас крылья. Важный момент. Момент такой, что, чтобы потом визуально у меня два крыла отделялись верхние от нижнего, я вот эту перемычку сейчас тоже оставлю зеленой. Поэтому резать я сейчас буду не вот непосредственно по линии разделения двух крыльев, а немножечко отступив от нижнего крыла вниз и от верхнего наверх. И вот эта линия зеленая у меня остается, линия разделения крыльев. Так, дальше отделяем. Оп, одно крыло готово. Так, есть. Следующее. Тоже не забываю, что я оставляю перемычку. Дорезала. Соединила. А здесь уже иду по контуру, который нарисовалась. Здесь уже можно... Даже, видите, я еще опустила волну. Все. Вот у нас с вами заготовка есть. Вот они, два крыла. Ну что же, а теперь начнем работу непосредственно над декором, над цветной подложкой вот этих крыльев. В данном случае я вначале вам говорила о водной части, что я буду использовать самодельную акварельную цветную бумагу. Как ее делать, у меня есть в ролике со шмелями, это предыдущий ролик, и с космосом. В космосе я еще активно работаю цветной тушью. Кстати говоря, здесь вот этот синий цвет, это тоже цветная тушь. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Ссылку я тоже, если не забуду, оставлю внизу. Но вообще у меня не так много роликов обучающих, поэтому вы совершенно спокойно найдете. И что я делаю? Я начинаю вырезать просто полосы, например, да, разной толщины. Можно вырезать полосы какой-то некой кривой линии. Это тоже все будет очень интересно играть. И вторую, например, я задам тоже прямую. Смотрите, какая это высота. Они уже сами, как произведения искусства, вот эти вот готовые уже полоски. Так, ну, пожалуй, все. Сейчас попробую показать следующий этап. А теперь, ребята, есть два пути развития событий. Первый пульс, который я использовала здесь, и который я сейчас как раз хочу отменить. У него есть плюсы, есть минусы. Плюс. Крылья можно выложить не просто полосками, которые мы с вами нарезали, а разными геометрическими формами. И это будут более мелкие цветные пятна. Видите, да? То есть у меня бумага нарезана здесь не полосками, а просто хаотичными цветными фигурами геометрическими. И, соответственно, вы просто их наклеиваете на вот эти формы крыльев, которые у вас уже есть. У вас уже есть эти заготовки. Важно! При наклеивании вы должны выходить хотя бы, ну, на 0,5 миллиметров. То есть вы вырезали там какое-то пятно, ну, условно. Условно это будет вот такая фигура, да, которая у вас сейчас сюда ляжет. И вы ее приклеиваете с нахлестом. Вот, вот так. Намазали клеем, приклеили. Все, у вас вот здесь остался нахлест. Почему? Потому что когда потом вы будете подкладывать это вот в эти окошки, у вас совершенно точно это будет не край в край, а у вас это будет заходить туда. И не будет вот здесь никаких дырок. Мало ли, какое-то искажение. Еще что-то. Бумага сама деформируется при наклеивании. Поэтому вот этот тоже момент очень важен. Но я сейчас хочу попробовать клеить не на готовый, да, уже шаблон формы крыла, и потом он подойдет мне идеально, я это точно знаю. А я хочу пробовать непосредственно под вот эти получившиеся окошки. И в этом случае я буду не просто заслонять, да, все окно. Я буду, скажем так, выкладывать, да, вот этой мозаикой из полосок и цветных. А я попробую сделать вот такой фокус. А фокус заключается в том, что я себе купила бумажку. Смотрите, она называется прозрачная бумага, но по факту это цветная клеенка. Она есть вот такая супер прозрачная. А есть бумага, которая напоминает цветную кальку. Она менее прозрачная, но прозрачный эффект у нее все равно присутствует. И я хочу сейчас чередовать и ту бумагу, которая у меня есть, плотная, да, по своей структуре. И более прозрачный. И потом просто посмотрим с вами на свет. Крылья засветятся. Итак, что я сейчас сделаю? Я переворачиваю свою приказу наизнанку. У меня здесь вот такие вот окна, окна крыльев. И клей-карандаш. Поехали. Я его как-то больше люблю в работе, потому что ПВА течет. У клей-карандаша все-таки более удобная структура в работе. И смотрите, что я делаю. Я вот этим острым уголком, вот этой губной помадой из клей-карандаша, я начинаю проходиться по краюшку вот этого своего окошка. И теперь смотрите. Не обязательно измерять ровно. Я просто прикладываю, да, что вот будет вот некая вот такая высота. Раз. Зафиксировала, зафиксировала. Видите, да, то есть я не заморачиваюсь, насколько у меня здесь будет кривая изнанка. Мне это не важно. Важно, чтобы полоса прилегала по контуру, чтобы она не была короткой. Вот первая проработка крыльев у меня готова. Давайте сейчас заглянем, что же получилось с лицевой стороны. Ну, красота. Вот так вот здесь сейчас подфиксирую. Красота. Ну и второй этап работы, когда мы с вами проложили плотные полосы и разные красивые волнообразные, скажем так, формы, я начинаю прокладывать полоски в оставшиеся пустые окна вот этой прозрачной клеенки и прозрачной кальки. Я сейчас проложу и потом включу уже готовое. Окей? Ребята, я пока здесь работаю. Что хочу, в какой момент обратить внимание, сакцентировать. Когда я прокладываю последний завершающий слой вот этой прозрачной бумагой, важно, чтобы у меня перекрывались не только верхний и нижний край, центральный, но и все те вот извилистые линии, которые попадают над вот этой прозрачной бумагой, когда мы с вами вывернем на лицевую часть. Вот. Чтобы не было вот такого, да, иначе вам придется перекрывать еще чем-то. Вот. Я сразу примеряю какую-то максимальную ширину и длину и буду сейчас приклеивать по точкам выступающих частей этих полосок. Так. Ну вот, что у меня получилось. Так выглядит с изнаночной стороны. Причем, смотрите, обратите внимание, вот здесь я кусок составляла вообще из очень маленьких полосочек, таким образом, чтобы каждое окошко, получившееся, было закрыто. Вот. Ну а теперь первый этап, это когда я сейчас переверну и вы увидите, как выглядит лицо. Вот. А теперь смотрите, сейчас покажу на просвет. Видите, вот это то, чего я добивалась. Крылышки получились прозрачные. Класс. О, какая красота, боженьки мои. О, боже. Класс. Так, попытка номер не знаю какая уже, у меня падает телефон с этого держателя. В общем, если упадет, не пугайтесь. Значит, мы сейчас приступаем к следующему этапу работы, работы линерами. Вот то, что я вам говорила, 0,7 толщина или центропент, или 0,3, или простая гелевая ручка, или маркер, или линер. В общем, все, что у вас есть возможность приобрести или достать. Что у нас с вами здесь предстоит? У нас есть некие цветные полосы сейчас, пятна, да, которые нам надо немножко структурировать и сделать похожими на крылья стрекозы. А у крыльев стрекозы, так же, как и у бабочек, так же, как у пчел, у жуков, у них у всех есть вот эта прозрачная основа, но все это держится на каркасе. На каркасе. Вот этот каркас я сейчас буду рисовать. Есть некие направляющие, повторяющие верхний край крыла. Вот я сейчас веду эту направляющую параллельно верхней части крылышка, да, вернее, сейчас мы нижнее взяли, но то же самое будет и на верхнем. Так. Можно разделить даже, потому что у нас с вами, видите, да, то есть я просто повторяю линию крыла, здесь все сузилось. Дальше, дальше я делю так же на сегменты уже просто хаотичной, разной фантазийной формы и тоже провожу параллельно еще одну линию. То есть разделила на некий кусок, провела параллель. Дальше опять разделяю, вот мне здесь соль мешает в работе на бумаге. Разделила, провела параллель. Разделила, провела параллель. Разделила, провела параллель. И теперь все вот эти запараллельные линии я соединяю между собой перпендикулярными и делаю вот такие окошки. Ну, своего рода рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, да. И вот так сейчас я пройдусь по всем этим запараллельным линиям. И следующее включение у нас будет следующий этап. Так, ну вот, друзья, что я сейчас сделала. Разделила все на некие сегменты посредством двух параллельных линий. Потом их соединила перпендикулярными, да. Получились такие, как рельсы со шпалами, расчерченные по всем крыльям стрекозы. Что еще я сделала? Я еще вот на линии границы крылов и фона я еще провела черную линию. Как бы дала момент глубины туда, да. Подчеркнув форму крыльев. И смотрите, что мы делаем сейчас дальше с вами. Вот уже видна разница, да. То есть, когда есть полосы или когда есть мозаика из просто геометрических фигур. Буду сравнивать, всегда буду сравнивать. А теперь что я делаю? А теперь я каждое большое получившееся геометрическое тело, некое, да. Уже состоящее из разных кусков вот этих полосок, которые мы клеили. Я начинаю между собой соединять еще линиями. Я просто их провожу, видите, да. То есть, я делю еще, делаю дробление большого куска на более маленькие. Имитирую вот эту структуру крыльев, у которых есть вот такие как перепонки. Я не знаю, как правильно это называется. Знаю, что вроде бы материал хитин у насекомых. У них же нет скелета. У них все, весь скелет, он снаружи, да. В отличие от млекопитающих, от нас с вами. И вот этот скелет, вот эту основу крыла я начинаю прорисовывать. Важно не спешить, чтобы линия была четкая, аккуратная. То есть, я сначала продумываю, куда я веду, а потом начинаю уже работать этой линией. Вот здесь у меня вот это большое пятно, состоящее из нескольких полос. И если я веду, я не заканчиваю там, где закончилась полоска. Я веду дальше по всем полоскам до самого края крыла. Раз, вот здесь то же самое. Провожу и веду по всем. И веду по всем, по всем, не прерываясь. Таким образом, вот этими линиями я как будто бы начинаю соединять изначально наклеенные полосы уже совсем в другую текстуру, да. Я в другую структуру, простите. Я начинаю соединять структуру вот этого конкретного пятна. Что можно еще потом сделать? Можно еще потом утолщить линии вот этих изначальных наших с вами делений. Таким образом, мы для зрителя как бы обозначим, что первостепенные делители у нас вот эти. А потом уже идут второстепенные вот эти линии. Вот. Ну и... Ну вот, друзья, в итоге у меня получилась вот такая вот стрекоза. Справа мы видим вторая, слева первая. Вернее, не стрекоза, а крылья. И те, и те по-своему хороши. По-моему, прекрасно. Что можно еще сделать? Вот на этой стрекозе, смотрите, я разделила на сегменты, а можно взять более тонкую капиллярную ручку лигелевую и разделить каждый вот этот сегмент еще на много-много маленький. Такую сделать бесконечно разветляющуюся сеточку структуры вот этих крыльев. Ну вот, опять видно на просвет, и какая красота, боженьки мои. Вот, сейчас будем работать дальше. Следующий этап у нас с вами, это проработка туловища и головы стрекозы. Что мы можем сделать? Мы можем сделать калаш из частей туловища, то есть просто нарезать вот эти фигуры, формы, да, и приклеить. А можно сделать так же, как мы делали с крыльями, то есть вырезать внутри части и подложить уже туда под каждую бусину, под каждую часть тела свой цвет. Вот мне почему-то нравится второй вариант работы. Я сейчас на вырезаю, а потом сделаю включение. Ну что, друзья, у меня получилась вот такая красотка, просто иначе не могу сказать. Вы смотрите, какая классная. И все-таки мне кажется, что вот когда прорезные окошки мы вставляем уже в это окошко, в каждое окошко свой цветной элемент, мне кажется, что это выглядит более как-то эстетично, законченно. Это такое, как фигурное паспарту для каждого элемента. В общем, мне нравится. Что можно здесь сделать? Здесь тоже можно гелевой ручкой сейчас еще доработать, нарисовать какие-то декоративные элементы, хотя бы сделать просто обводку. Можно оставить так. А сейчас мы с вами приступим к золотой и зеленой гуаши. Ну что же, друзья мои, значит, у нас с вами осталось некое пустое зеленое пространство внизу стрекозы, и я его предлагаю декорировать какими-то элементами росписи, рисования. Сейчас я вам их покажу. Можно оставить так же, как и есть. В общем, для любителей минимализма, мне кажется, уже вот это законченный классный вариант. Мало того, я ориентировалась на зеленый цвет, потому что, ну, как-то май за окном, впереди июнь, для меня это вот реально самый зеленый месяц в году. Но два зеленых месяца, это май и июнь. Но ведь можно совершенно спокойно выбрать вообще вот другой цвет бумаги. Я вам говорила в самом начале, что вот представьте, что если вы как-то заакварелите эту бумагу, да, и потом сделаете крылья, это будет один вариант. Можно гуашевую растяжку сделать от одного цвета в другой цвет. Можно там несколько цветов сделать растяжку. Здесь уже вот как позволит вам ваша фантазия. Единственное, что я бы хотела, ну, такую мысль донести, что вы всегда думайте о том, каков будет конечный результат, потому что можно переборщить. Вот я очень страдаю этой болезнью перебора. Я увлекаюсь настолько процессом, что не могу остановиться, не могу закончить, переборщиваю с какими-то декоративными элементами, вот как сейчас я буду переборщивать уже возможно. Поэтому вот конкретно в каждом случае вы смотрите. Возможно, у вас будут слишком яркие уже и насыщенные вот эти крылья, и уже вот этот фон пусть он так останется, и эта работа уже будет выглядеть завершенной, да. Возможно, если вы сделаете слишком декоративный фон, то в крыльях уже уменьшить эту декоративность, уменьшить цветовые пятна. В общем, просто призываю всех смотреть в конкретном случае, потому что у вас даже и материалы-то будут, скорее всего, другие, да. И бумагу вы тонировать будете по-другому. Будете вы использовать здесь соль или не будете использовать. Повторюсь, вот всю ту бумагу, которую я вам сейчас показываю, как ее тонировать, я уже рассказывала в уроках про космос. И последний урок про шмелей был, мы там фон рисовали как раз вот этим способом. Значит, я выбрала золото, и я вам показывала в самом начале уроки, что будет золотая гуашь, но, возможно, опять же, возможно, сюда подойдет вам серебро. Возможно, вы вообще не захотите использовать никакие металлики, а просто какой-то матовый цветной гуашью или черный гуашью вы дорисуете какие-то элементы. Или белой гуашью. То есть, понимаете, тут настолько широк спектр используемых материалов на каждом этапе, что, в общем, это будет только ограничиваться только вашей фантазией. Я даже вот сейчас смотрю и думаю, а не сделает ли мне серебро? Потому что мне почему-то кажется, что вот сейчас у меня уже вот конкретно эта стрекоза ушла в гамму ближе к серебру. Но почему буду сейчас использовать золото? Потому что, на самом деле, не рассказал в самом начале, я еще добавлю в него золотые блестки, чтобы усилить эффект шиммерного блеска такого. Потому что гуашь изначально сама золотая, она не будет так играть на листе металлическим блеском, как вот эти блестки. И, кстати говоря, я тоже в начале видео говорила, что для любителей потали, вот этих металлических фольгированных тончайших листов, вот здесь тоже будет где разгуляция. И, конечно, она будет смотреться, ну, с зеркальным таким металликом очень красиво, я так думаю. Вот. Но, опять же, повторюсь, что у каждого из вас получится своя работа со своими цветовыми акцентами, со своими композиционными изысками. Вы можете сделать несколько стрекоз, вы можете сделать стрекозу с зеркальными крыльями, да. То есть, ну, здесь уже просто, ребята, улетаем в фантазию, как только сможем. Значит, что я сейчас начинаю делать? Я начинаю с золотой краской, кистью номер 8, синтетика гамма. Вот, обратите внимание, я всегда прокручиваю. Сейчас для палитры использую просто крышечку от гуаши. Ну, у вас там что будет? Это может быть картонка, пластиковая палитра или, как у меня, крышечка. И я, смотрите, я разбиваю все комки. Комков не должно быть, иначе все они, если только нет задумки такой, попадут к вам на работу и будут нам сейчас мешать сделать определенную заданную линию. Я сейчас хочу прорисовать некие травинки, такие тонкие, да. Вот. Она же обитает в прибрежной зоне рек, озер. И там растут или листья камышей, или осока болотная. И у нее, как правило, такие тонкие листья. И вот, смотрите, я сейчас буду просто кистью. Можно, кстати, взять еще больше размер, тогда травинки будут более толстые в прорисовке. Но вот я присела, встала. Сейчас повторю этот момент. Значит, смотрите, что я делаю. Набираю краску, смешиваю с водой, разбиваю все комки, прокручиваю кисть, чтобы краска равномерно распределилась в волосинках кисточки. А теперь смотрите, что я делаю. Я начинаю, начинаю, вот сейчас покажу в профиль, вот с такого тонкого кончика, с тонкого кончика. И таким же тонким кончиком я заканчиваю каждую травинку. Но в середине травинки, чтобы она была более толстая, вот такая линия, я кисточкой приседаю, вот что я говорю, когда приседаю, это я делаю вот такую штуку. И линия получается вот, соответственно, толстая. Значит, смотрите, сейчас вот мы с вами попробуем с кончика нарисовать наоборот. Вот сейчас у меня на цыпочках кисть. То есть вот в таком положении к листе, вот в таком. А потом она присядет, когда я скажу, смотрите, тонкое положение, тонкое. Приседаю, приседаю, а кисть при этом у меня ведется вниз. Видите, да? То есть и внизу она присела. Вот она, толстая травинка внизу. И вот таким образом я сейчас прорисую несколько травинок, меняю направление, меняю изгибы, изломы этих трав. Так, вот одна травинка ушла туда за крылья и выйдет там наверху. Вам не видно? Потом покажу итоговый результат, конечно, покажу. Вот. И вот так прорисовываю много-много травинок. Где-то они пересекаются. Ну вот подумайте, да, вот возможно здесь и действительно смотрелось бы классно серебро. Все. Ушли мои травы за пределы крыльев к верхней части листа. И смотрите, что я делаю. Пока гуашь не высохла, вот здесь она уже схватилась. Здесь очень удобные дырочки. Я вот таким постукиванием начинаю посыпку блесками. Я усиливаю блеск вот этих травинок. Ну, опять же, это на вкус и цвет. И теперь более тонкой кисточкой, это номер 4, и темной зеленой краской я сейчас просто подчеркну вот эти свои травинки. Вот. Набираю до состояния таких жидких сливок-молока краску, разбавляю с водой, потому что для черного нам уже, для темных цветов нам уже не важна консистенция гуаши, как вот для золота, да, чтобы перекрыть этот зеленый. Этот цвет он перебьет зеленый и в тонком слое с водой. И я начинаю просто повторять вот эти линии, где-то утолщаю. Обратите внимание, да, повторяю их везде с одной стороны, то есть с правой стороны. Левую оставляю световую, ну или наоборот, там как у вас будет по задумке. А право утолщаю, утончаю, подчеркиваю, линия живая. Кисть то приседает, то идет прямо. Ну вот я сейчас смотрю, а надо ли было, да, эти золотые блестки сыпать? Возможно и нет. Возможно и достаточно было бы просто... Где-то проведу просто в тени линии. Наверху подправлю. В общем, все. Сейчас тоже завершающая стадия. Все, друзья. Желаю вам успехов в творчестве, в выполнении этой работы. Сейчас покажу вам, что у меня получилось. Сделаю видео про водку. Вот она, красотка, просто красотка. Положу рядом сейчас вторую часть. Вот она. Так, рядом не помещается. Сейчас, наверное, отдельно сниму. Ну, в общем, вот видите, да, то есть можно было сделать золотые пятна вот такие. Не травинками, а прям какими-то такими лентами золотыми. Можно добавить, вот как я здесь пыталась, молодых папоротников, распускающихся. Вот. Ну, здесь уже я повторюсь, как у кого сработает фантазия. Все. Всем, друзья, удачи, творческих успехов. Пожалуйста, присылайте мне свои работы. Почту будет указано внизу видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok